Привет! С вами инспектор Гаджет! Гаджет? А! Прошло уже 730 дней. Не понял. 17 520 часов. Понимаешь? Не уверен. 31 536 000 секунд. Есть подозрение, что сейчас кто-то выхватит. Кончай меня цифрами грузить! Что ты хочешь донести до моего мозга? Сегодня два года инспектору Гаджету. Да? Так, ну и что с того? Разве тебе не хочется отпраздновать? Ну, сначала работа, а потом веселье. Зануда. Давай начинай, халявщик. Nokia C5 можно принять за обычный телефон. Экран с разрешением 320 на 240 точек и диагональю 2,2 дюйма, однако небольшой экран позволяет заметно удешевить аппарат, не сильно экономя на прочие его функциональности. Nokia C5 полноценный смартфон, хотя и в корпусе почти классического мобильного телефона. На аппарате установлена операционка Symbian S60 3rd Edition. Традиционный для Nokia джойстик по центру корпуса и управляющие кнопки позволят с легкостью бродить по пунктам внятно организованных меню. Клавиши сравнительно крупные, четко различимые, нажимаются с характерным фирменным покликиванием. Так что с набором больших объемов текста проблем не возникнет. А давить на кнопки владельцу Nokia C5 придется предостаточно. По крайней мере, в этом уверены разработчики аппарата, которые представляют его как смартфон для общения в социальных сетях и обмена информацией. В Nokia C5 пользовательские контакты даже отслеживают обновление статусов друзей на Facebook. Смартфон работает во всех современных сотовых сетях, в том числе и с протоколами скоростной передачи данных, а также с устройствами Bluetooth. Есть функциональность FM-радио, возможно навигация по A-GPS, имеется порт USB и стандартный вход для наушников или гарнитуры. Цифровая камера на 3,2 Мп с LED-подсветкой позволяет делать достаточно сносные снимки, особенно при хорошем освещении. Встроенной памяти совсем немного, 50 Мб, зато поддерживаются карты microSD вплоть до 16 Гб. Аккумулятор емкостью 1050 мАч проработает достаточно долго, учитывая не слишком прожорливый дисплей. Итого, имеем социальный смартфон ценой немногим более 200 долларов, готовый терминал для общения в социальных сетях и с неплохой, собственно, телефонной функциональностью. Достойное предложение. Еще бы интеграцию с отечественными соцсетями наладить, вообще бы бомба вышла. Праздничные поздравления. Желаю вам процветания, бурного роста, чтобы словно рожь колосились ваши гаджеты на Ниве. Кто это пишет? Не знаю, какой-то садовод-любитель, наверное. Или вот еще. Дорогие, инспектор и голос. Слышал, да? Дорогие! Я и не думал, что прошло уже целых два года. Спасибо, что напомнили. 12 тысяч 445 долларов с вас за интернет. И подпись. Любимый провайдер. О чем это письмо? Голосок? Не знаю. Сумасшедший какой-то пишет. Не понимаю, о чем он? Не понимаешь? Иди-ка сюда. Будешь знать, как проеб... Нас же могут смотреть дети. Как профукивать наши общие деньги. Так, о чем это я? А, день рождения! Какой ты приготовил праздничный обзор? Samsung N210. Ммм, как интересно! Среди всех качеств нетбука для нас, товарищи, главным является что? Правильно, время автономной работы. Ну и цена, само собой. По обоим этим параметрам 10-дюймовый Samsung N210 выгодно выделяется среди прочих предложений на рынке. Время работы от аккумулятора для него заявлено на уровне 12 часов, а цена в районе 15 тысяч рублей. Привлекательно? Еще бы! Остается выяснить, что еще мы получаем за эту цену. Получаем вполне пристойную на сегодняшний день конфигурацию. Платформа этого нетбука — новейшая интеловская Pine Trail. Весьма и весьма энергосберегающая. Процессор Atom N450 с частотой 1,66 ГГц, интегрированная графика, 1 ГБ оперативки и жесткий диск на 250 ГБ. Wi-Fi и Bluetooth, само собой. А вот внешнее оформление, как это обычно бывает у Samsung, вполне броское. Плавные обводы, скругленные углы, а также фирменная штучка компании, отработанная еще на мониторах серии Tapas. Двуслойный пластик, прозрачный сверху и цветной в глубине. Набор разъемов у Samsung N210 вполне типичный для его класса. Гнездо для карт памяти, два аудиоштекера для наушников и микрофона, Ethernet, видеовыход VGA. А вот три порта USB 2.0 — это очень приятно. Именно этих портов при работе с нетбуками чаще всего не достают. Модель N210 оснащается аккумулятором на 4400 мАч. Это стандартная емкость для обычных ноутбуков. Однако энергоэффективный нетбук с таким запасом энергии творит чудеса. При полноценном активном серфинге в сети через Wi-Fi аккумулятора хватает более чем на 6 часов автономной работы. Для нетбуков это рекорд. За заявленную цену более чем выгодное предложение. СТГ — самым тупым гаджетом на этой неделе признается праздничный, музыкальный и очень бесполезный зонт-барабан. Принцип работы понятен из рисунка. А вот зачем вообще нужно это изобретение? Знак вопроса. Что ставим? Хе-хе-хе. 10. Нет. Нам же 2 года. Значит умножаем и ставим 20. Тошиба Космио Х500. Для серьезных компьютерных игр нужен мощный настольный ПК. Это всем известно. А игровые ноутбуки — так, баловство. Или все-таки не баловство. Посмотрим на примере Тошиба Космио Х500 — наследника популярного Х300. Эта игрушка с экраном диагональю 18 на 4 дюйма весит 5 с лишним килограмм и стоит далеко за 3000 долларов. Кого она может привлечь? Впрочем, этот агрегат не предназначен исключительно для хардкорных геймеров. Компания-разработчик видит в нем мобильный центр мультимедийных развлечений. Отсек оптического привода этого ноутбука помечен логотипом Blu-ray. Учитывая честное Full HD разрешение дисплея, можно считать Тошиба Космио Х500 готовым к демонстрации видео высокой четкости. Подсветка дисплея Тошиба Космио Х500 светодиодная. При таком-то размере экрана она тусклее, чем традиционная ламповая, зато энергии экономит прорву. Для повышения контрастности и яркости изображения покрытие дисплея сделано глянцевым, а значит поиграть ясным летним днем, усевшись спиной к окну, будет просто невозможно из-за бликов. Зато в полумраке вечерней гостиной этот дисплей покажет себя во всей красе. Ноутбук этот все-таки нельзя назвать чисто игровым. Его конструкция не предусматривает установки пары видеокарт в режиме слайд. Только одной NVIDIA GeForce GTS 250M. Процессор вполне производительный. Четырехъядерный Core i7. 8 гигабайт оперативной памяти до 1 терабайта доступного пространства на двух винчестерах. В сравнении с недавним Allenware эта машина намного, намного лучше. В то же время за 100 тысяч рублей, которые Toshiba Cosmeo X500 стоят в рознице, можно купить куда более мощный настольный геймерский ПК, но такой компактности у него, конечно, не будет. Так что решайте сами, что важнее, бескомпромиссная стационарная производительность или стильная глянцевая мобильность. Итак, голос, что мы имеем на выходе? Я рассказал о трех гаджетах. Ты меня побил, и мы получили несколько поздравлений. Вот, несколько. А должно быть много. Понимаете, о чем я? С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока! Пишите, пожалуйста. Я приказываю вам писать! Субтитры сделал DimaTorzok stemー Добавил субтитры сделал DimaTorzok